Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! На слуху триходерма! Наконец-то там не прошло и пяти лет, как люди научились различать трихопол и триходерму. Наконец-то они поняли, что триходерма это мощнейший инструмент для поддержания здоровья наших растений, выращивания здорового урожая и получения большого урожая даже на землях, которые, так сказать, как говорится, выработаны, где 20 лет огород не менялся или томаты по томатам высаживались, и что триходерма наша и защитница, и кормилица, и всё-всё-всё, и нематоду она душит и так далее. И кто только не хайпует на этой триходерме. И, конечно, кроме того, что блогеры рассказывают про то, что триходерма хороша, её надо использовать, там разные способы использования этой триходермы, уже и башенком выпустил препараты, содержащие триходерму. Уже эта триходерма, ну, как говорится, заполонила и рынок, и валбересы, и умы наших огородников. Но, конечно, находятся и такие блогеры, которые начинают шельмовать и демонизировать эту триходерму. Кто-то говорит, что триходерма страшно вредна для здоровья, вы можете отравиться триходермой. Кто-то говорит, что триходерма такая злая, она такой монстр, и она просто погубит вам естественную природную микрофлору, и в результате почвы ваши обеднятся и потеряют плодородие. Если вы слышите подобного рода утверждение, что триходерма там вредна для полезных насекомых, что триходерма там убийца всего живого и так далее, что триходерма убийца дождевых червей, что её ни в коем случае нельзя использовать, то знайте, вы просто зашли не в ту дверь. Вот давайте разберёмся. Вот такая вот триходерма профит на циолитовых гранулах. В каждой гранулке циолитовой находятся споры триходермы, которые при внесении в почву оживают и начинают работать. Вон, видите, там, ну, я надеюсь, что что-то видно там, гранулки, да, циолитовые гранулки. Вот от такой вот циолитовой триходермы вы ещё и бесплатно получаете литр циона, да, заодно, что, в общем, конечно, является очень выгодным для того, чтобы обогащать почву, в том числе и цианитовыми, такими циолитовыми субстратами. Что ж, что здесь в этой триходерме, что она может, является ли она монстром или нет. Вот Россельхознадзор относительно недавно провёл масштабные исследования почв больших фермерских хозяйств, где выращиваются зерновые, и обнаружили, что из-за систематического внесения удобрений, синтетических пестицидов, микробиом почвы чрезвычайно, чрезвычайно объединился, и там в основном фузариум, там возбудители корневых гнилей, там возбудители септериозов там всяких, и так далее, и так далее, и так далее. Сплошные вредные организмы. И то, чего не хватает в этой почве, это, конечно, триходерма. Но означает ли это, что триходерма так слаба, что не способна выживать в почвах, где систематически вносятся всевозможные удобрения, а там выживают только вредители? Ну, как бы две, получается, такие противоречивые фактуры. Одна говорит о том, что триходерма все поест у вас, червей в том числе не вносите ее, а Россельхознадзор говорит, что вот там триходермы этой нету, а есть только вредные организмы. Ну, вроде как она слаба. На самом деле нет. Дело в том, что триходерма все-таки является естественным обитателем лесных почв. Ей для того, чтобы приживаться в почве и хорошо там жить, есть необходимые растительные остатки. Остатки древесины, кора, опилки, какая-то мульча из соломы, из каких-то дробленых веточек и так далее, и так далее. Ей все это надо для того, чтобы хорошо приживаться. И вот если таким образом, то есть солому не убирать на подстилку, а закапывать, ну и, конечно, когда убитая почва, то триходерму надо обязательно вносить, потому что ее там действительно может не оказаться естественным образом. Если лес на этой территории был вырублен уже 60-70 лет назад, и они, эти почвы, вошли в сельскохозяйственный оборот, и, конечно, уже там запасы естественной триходермы давным-давно истощились. Так вот теперь, конечно, на такие участки в обязательном порядке необходимо вносить триходерму. Убивает ли триходерма все живое? Нет. Тем более не убивает все живое, специально отобранное в научных учреждениях триходерма, которая является составной частью вот таких вот препаратов, хороших, настоящих препаратов для любительского и профессионального использования. она убивает, и она подобрана таким образом, чтобы убивать только вредные организмы с минимальным нанесением ущерба полезным организмам. Более того, не только ущерб полезным организмам минимальный, а его вообще нет у продвинутых препаратов. Это вам неординарная триходерма, вириды вот вириды и все, да? Там может еще и поддушат чуть-чуть что-то. А вот здесь собраны специальные изоляты, которые стимулируют развитие полезной микрофлоры. Вот как бы все говорят триходерма убийца. Нет, она наоборот стимулирует развитие полезной микрофлоры. Более того, она может способствовать микоризации корней. То есть, когда микоризные грибы почвы естественным образом приживаются, лучше приживаются на корнях в случае, если в почву внесена триходерма. Триходерма, ну, например, она подавляет развитие фитопатогенных нематод. В то же время она благоприятно воздействует на дождевых червей. Но иногда человеку без специального образования понять эти вещи достаточно сложно. Человек уже, который на это 5 лет учился, а потом 25 лет с этим работал, и это все ясно, абсолютно ясно, как божий день. Поэтому обязательно пользуйтесь профессиональными препаратами триходермы. Вносите препараты триходермы в почву, особенно там, где длительное время выращиваются различные растения монокультурами, ну, то есть овощные, даже если они в ротации, все равно это объединение почвы, объединение, накопление там каких-то метаболитов растений, вредных веществ, алилопатических веществ. И благодаря внесению триходермы все это будет разрушено, подъедено, переработано в питательные вещества, доступные для растений. Вредные грибы будут уничтожены до такой степени, что они перестанут вредить вашим растениям. Естественная полезная микрофлора будет восстановлена. В общем, триходерма – это наше все. Есть, конечно, масса других всевозможных организмов, которые полезны, и фосфат-мобилизаторы, и энтомопатогенные грибы, баверия метаризиум, и синая палочка, бактерия, и разнообразные псевдомонады, и так далее, и так далее. Но триходерма все-таки, при всей моей любви к разнообразию всевозможных организмов, она должна быть буквально у каждого огородника в запасе. Уже без триходермы, это уже, понимаете, не просто несовременно, но это уже неразумно. Понимаете, это как полоскать горло керосином, или какие-то подобного рода анахронизмы, оставлять у себя в быту. От этого надо триходерму обязательно вносить, и вы увидите, насколько изменится ваше огородничество. Что ж, ни в коем случае не бойтесь триходермы. Избегайте заходить не в ту дверь, ни к тем блогерам, ни к тем консультантам, которые просто некомпетентны в вопросах, о которых рассуждают. И вас всегда будет ждать успех в садово-огородном деле. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.